приветствую всех своих подписчиков но уже в новом году потихонечку тут начинаю входить в дела в свои но там в конце нового года я вам показал вот эту вот конструкцию вот то что вот здесь у меня сейчас стоит где два индуктора вот такая намотка и подключение чуть-чуть другое вот для индукционного нагрева вот сверху ссылочка на предыдущие видео но кто не видел можете посмотреть ход моей мысли короче я это здесь погонял принципе все работает но сейчас я вам подробненько покажу вот что и как ну вот смотрите еще раз напомню вот подключение какое у меня видите получается что трансформатор родной я пока временно подключил вот к одному из своих инверторов вместо старого трансформатора подключил трансформатор значит вот здесь на трубку одет трансформатор из сварочного инвертора а два индуктора подключены вот так вот получается что конденсатор как бы между двумя индукторами но какая интересная вещь тут получается я это уже погонял посмотрите железный тигель в принципе греется но мало конечно вот начал с 10 ампер и по ходу прогрева падает ну как я и говорил в прошлых своих видео что чтобы железо греть нужно конечно немножко с напряжением варьировать сначала побольше давать напряжение а потом как . кире перейдет его уменьшать на примерно в два раза и а то получается вот такой вот так она и будет стоять она не перейдет . кире но это градусов 800 так вот и будет принципе как как вариант вот в такой конструкции можно допустим до половины тигель сначала ставить вот там видите стрелка вынимаю ток сразу поднимается вот 12 ампер там да и на осциллографе тоже он амплитуда растет как понимаю ну и тут сразу начинает хорошо краснеть все можно разогревать тогда вот если вот для плавки частями разогревать сначала половину тигля вот загружать его наполовину и ну если железные я имею ввиду вот он тогда разогреется хорошо это там амплитуда в районе где-то 200 вольт вот до клетка 100 вольт значит 200 вольт в амплитуде и тогда вот хорошо все вот этого достаточно чтобы перейти точку кюри вот виде и ток там нормальный вот если в половине и тут температура тоже нормально у тигля получается а потом его когда он разогреется так уже поставить и догревать уже целиком дальше амплитуда падает но это то что касаемо железными тиглями поэтому вот железом вот в таком варианте когда один виток и напряжение не поменять так как скважностью регулировать напряжение не получается там реактивка прет обратно и начинают греться транзисторы поэтому вот только такой вариант если железный тигель то ставить до половины разогревать его хорошо и потом уже можно опустить дальше он там дальше будет греться если вот графитовый нормальный точеный графитовый тигель то он вообще отлично будет греться вот его поставить целиком он разогревается очень хорошо но при этом он так вот обгорает смазывать его надо сейчас покажу вот на этом тигле как как это все классно греться еще и поднимаю на этом тигле видите можно поднять принципе до 16 ампер легко но у меня тут еще зима отопление включено поэтому я больше ну давайте где-то тут тут на 12 остановимся амперах вот я сейчас покажу как как он быстро разогревается вот смотрите вот начинает уже но он более равномерно нагревается он сразу весь красный у него дно прогревается и можно разогреть до очень больших температур и при этом токи в принципе не гуляют вот как выставил там 12 ампер но на него даже 10 ампер хватит на этот тигель и он для меди для вот таких тугоплавких цветных металлов нет серебро вот такой тигель очень хорошо работает даже если он больше будет в два раза этот маленький приходится его ставить вот на подставочку керамическую чтобы потом это поднять но при этом конечно трубка восьмерка греется посильнее даже чем трубка десятка вот а поскольку тут витков немного но наверное оптимальне если вот мотать так все 12 трубой намотать будет отлично но в следующие разы я попробую вам показать два одинаковых попробую поставить индуктора и посмотреть как как там работает вот увидел сейчас до до желтого цвета раскалится достаточно быстро чем мне нравится вот эти точеные тигли они очень равномерно он весь у него дно толстая и дно прогревается хорошо а с металлом он вообще быстро греется ну вот так ну плавить сегодня ничего не буду я в предыдущих видео показывал как там все это расплавляется поэтому я просто показывал что в принципе такой вариант подключения два индуктора и вот по такому вот по такой схеме в принципе нормально с учетом того что конденсатор над подбирать вот этот этот индуктор они у них общая индуктивность получается даже если это последовательная намотка у них либо встречная все равно все равно получается я замерял индуктивность все равно складывается поэтому емкость надо подбирать вот под общую индуктивность вот этих двух двух индукторов но все ребят дальше греть не буду он начинает уже гореть он не вмазан его надо вмазывать его надо ну некогда мне пока этим заниматься просто я вот хотел вам показать сегодня вот так кратенько что вот такой вариант тоже тоже вполне рабочий но сейчас покажу как вот разогреет этот пруд 20 миллиметров вот сюда его ну как работает вот этот контурок небольшой он тоже работает но с железом конечно под плавку вот так такая конструкция очень хорошо в графитовом тигле с железом надо все равно что-то придумывать с напряжением и поднимаю ток ну вот можно фактически там до 16 ампер поднять но я на 12 остановлюсь чтобы не тут не вырубило то не еще отопление электрическая поэтому а у меня 5 киловатт всего ну и смотрим туда пруд нагреется очень быстро принципе хоть он и двадцатка там получается видите 12 выставил начинает греться и ток начинает падать поэтому такой вот контурок ну как какое-то дополнение к плавке может быть вот именно если вот здесь допустим разогреть ну либо наварить резцы его что-то такого типа делать но не более того ну он смотрим видите там уже красная принципе контурок работает все очень хорошо вот для наварки резцов вот как раз вот такой дополнительный контурок можно сделать и в принципе будет все работать вот уже ограничивать надо папа потоку там ну вот как то так но поскольку вот этот контур работает начинают чуть-чуть звенеть конденсаторы если большой топ он дергается видите амперметр это конденсаторы чуть-чуть вот они звенят к точку перри переходят вот там вот так вот все красненько ну соответственно в таком варианте когда греется железяка начинают греться конденсаторы поскольку этот контур фактически основной он как как бы пустой работает вот потом все нормально разогревается вот как-то так тут я у себя еще нашел два одинаковых индуктора когда-то мотал вот они абсолютно одинаковые намотаны в одну сторону я попробую такую же конструкцию я их между собой соединю также будет трансформатор одет на трубку и между ними конденсаторы но вот эти перепаяю но нет лишних придется опять пайкой заниматься ну и вот под такие совсем дешевые лужские тигли вот они специально чтобы тут зазор был маленький чтобы они все-таки как-то взаимодействовали с индуктором с токами поскольку они фактически не нагружают индуктор вот ну и два ставить либо два либо один фактически таких два но тонн по моему на килограмм по меди я не помню когда два будет на два килограмма если вот так ставить ну просто попробую еще вот такую конструкцию потому что перематывать вот этот но не хочется это в возне больше проще взять какие-то готовые тут заварю трубки медью пропаяю их но и сделаю но тоже вам все это дело покажу но пока так ну в итоге получилась вот такая конструкция три витка диаметр 50 миллиметров здесь у меня раз два три 4 5 но можно сказать 6 витков но пять с половиной 6 диаметром 100 миллиметров вот в таком варианте примерно частота резонанса где-то 40 килогерц у этого контура вот но в зависимости от того что туда вставляешь там чуть-чуть меняется частота но в принципе работает вот гонял без воды когда тут подстраивался наш трубка почернела греется конечно восьмерка очень сильно сильнее чем десятка поэтому тут надо вообще если вот такой большой контур мотать его нужно двенадцатой трубой чтобы промежутки были меньше и в принципе греться будет меньше сам индуктор ну ну видите вариант вот такого подключения тоже возможны все нормально работает ну вот ребята на сегодня как как бы все это я так потихонечку показать что процесс идет я это тут все это пробую еще лучше лучшие варианты и буду вам все это дело показываете рассказывать как и что работает но с кому интересно подписывайтесь за тут я еще еще под подумал там на компьютере установил программку может устроить как-то прямой типа прямой эфира ну типа стрима вот где-нибудь выделять такой в какой-то день чисто для подписчиков какие-то ответы на вопросы выходить в прямом эфире и сразу отвечать в один день то что я не успеваю уже отвечать на вопросы очень много задают вопросов я пока там программы настраиваю в компьютере не знаю что получится не получится то что у меня на даче интернет мобильный насколько скорости хватит я так потестировал попробовал но где-то с качеством hd в принципе пролезает тут интернет вот и может быть что-нибудь получится я бы так выходила один раз в неделю еще дополнительно к своим роликам отвечал бы на какие-то вопросы вот по этим как раз роликом что я за неделю показываю а потом какой-то вот такой вот какие-то ответы вопросы не знаю если будет кому-то интересно подписывайтесь но и там пишите в комментариях стоит этим заниматься не стоит вообще но я имею ввиду прямую трансляцию делать такую чисто ответы на вопросы но эта информация чисто для для тех кто досмотрел до конца потому что понятно что кто зашел глянул и ушел это не для них информация это больше для подписчиков кто подписан и для начала я тоже это этот стрим будет чисто для подписчиков вот кто подписан тут будет доступ к этому стриму а ну а потом он будет как обычно записываться и выкладываться на канале уже для общего доступа но вот пока так ну ладно все всем пока удачи надеюсь что этот новый год будет лучше чем прошлый закончится эта пандемия у нас вот и начнем жить нормально как раньше вот так что всем удачи здоровья в этом году чтобы все планы у вас сбывались то что вот сейчас вот на планировали вперед чтобы они у вас все все сбылись ну и конечно как всегда будьте по жизни позитивны пока ой